здравствуйте уважаемые друзья сегодня я по вашей просьбе изготовлю достаточно простую но очень уловистую приманку сухая мушка имитация будут у нас паденочки значит крючок сейчас я закреплю нить нить я промазал цевью слегка клеем и желательно сразу промотать нашей ниткой чтобы хорошо она была закреплена крючок я беру взял вот f11 3f номер 18 если вы спрашивали вот нет у вас по каким-либо причинам вот такой толщины нитки мы уже с вами распускали всевозможную вот такую тесьму ее толщина позволяет взять кусочек буквально 30 40 сантиметров это от этой тесьмы и можно изготовить мушку теперь продолжаем дальше как я уже сказал она сухая у меня имеется как и у вас вот допустим всевозможные вот такие перья вы задавали вопрос почему и как допустим для хвостика если мы будем рассматривать вот эти бородки они мягче и толще вот здесь ближе к вершинке пера они тоньше и несколько жестче поэтому я возьму буквально щепоточку для того чтобы создать имитацию хвостика буквально вот такой щепотки будут вполне достаточно теперь нам необходимо вымерять длину ту которая должна быть у хвостика обычно у сухой мушки которая допустим как веснянка или поденка в большинстве случаев поденки изготавливают равную длине всего цевья но я буду изготавливать ее несколько покороче поэтому вот приблизительно длины тела которое мы с вами будем изготавливать будет достаточно протяжной петлей я подхватил перо удерживаю наш хвостик в одном положении и теперь двигаясь к загибу дошли до загиба вот у нас вышел вот такой длины хвостик как вы видите будет равен у нас длине нашего тела остатки удаляем сразу чтобы нам не они не мешали для того чтобы поднять хвостик я уже вам неоднократно показывал придерживаем ноготочком нитку чтобы она у нас далеко не убежала и проводим под нашим пером выполняем один оборот проведем еще один оборотик поднимаем нашу нитку и опять промотали это при условии если нам не изготавливать здесь шарик какие-либо утолщения вот такой так будет вполне достаточно здесь же сразу закрепим тот материал которым будем сегментировать тело как я уже показывал это тот люрекс который имеется у меня я его смог растянуть но есть вот такая у нас кристалл флэш которую тоже можно по толщине как вы видите использовать в качестве сегментации тела давайте теперь продолжим дальше закрепим для сегментирования наш материал сперва я только вот так подхватываю а потом уже окончательно будем все 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 с вами крепить подхватили промотали нам необходимо изготовить тело тело мы будем изготавливать в двух цветах обычно или вот такой олива или слегка вот такой вот коричневый это супер файн даббинг специально для сухих мушек если у вас имеется наборы антрона это больше всего приветствуется для сухих мушек лучше конечно чем этот даббинг мушка достаточно хорошо плавает выдерживает большое количество поклевок а потом уже как говорится надо ее менять или сушить я взял небольшую вот такую порцию даббинга супер файн промазал клеем как обычно я уже вам показывал нить и только лишь прикладываю к моей нитке значит мы должны совсем только лишь как бы обозначить наше тело сильно не усердствовать так как чем больше тем хуже я закрепил не расщепляя ни нить ничего теперь опускаю вниз и прокручиваю бобинодержатель мой даббинг сразу начинает скручиваться в даббинговую нить вот так как вы видите довели до конца сколько нам нужно по толщине чем больше мы будем скручивать тем тоньше она будет у нас нить не отпускаем то что мы с вами прокрутили и от середочки начинаем двигаться теперь к нашему хвостику как обычно друзья дошел до хвостика перекидываю до люрекс чтобы он у меня начинал обматывать и сегментировать тело не от самого хвостика ну и теперь естественно движемся формируем где один где два раза пройти по пышности нашего даббинга до района где мы будем крепить крыл имитацию крылышек из пера приблизительно вот столько нам будет достаточно ну и теперь в обратном направлении выполним один полный оборот возле нашего хвостика выберем для себя тот шаг с которым мы будем двигаться просеиментируем сколько выйдет 4 5 6 оборотов это не принципиально дошли закрепили остатки сразу удаляем учитывая то что даббинг у меня сам по себе скользкий и плюс к тому же желательно здесь нам будет закрепить перо я нанесу на место крепления капельку клея подобрал перышко значит учитывая то что крючок восемнадцатый двадцатый номер выбрать перо для сухих мушек это целая проблема поэтому я подобрал более менее подходящее и скажу вам сразу значит если у вас не совсем будет подходить перо это вот тот вариант как вы меня уже неоднократно просили как же изготовить нам мушку если у вас допустим нет подходящего пера закрепили теперь подготовим площадочку для намотки нашего пера и нам теперь необходимо промазать нашу нить опять нашим клеем и взять уже более темный даббинг суперфайн если у вас имеется CDC даббинг или перышко CDC пожалуйста используйте это это приветствуется если по каким-либо причинам у вас нет ни того ни того материала возьмите подстригите нашу тесьму и сделайте из нее даббинг значит сейчас что мы делаем прокрутим нашу даббинговую нить сформируем но пока ничего не наматываем оставляем ее в этом положении подведем нить там где мы с вами закрепили перо и оставим вот так и оставляем и теперь выберите для себя не имеет значения в какую сторону мы будем выполнять обороты значит желательно подобрать перо так чтобы пышность его составляла определенную величину вот у меня вышло допустим 3 оборота и этого вполне достаточно и что мы делаем учитывая то что у нас перо мы ничем не закрепили я беру перодержатель и наше перо оставляю чтобы оно висело вниз пока мы ничего не отрезаем подкрутим еще немножечко наш даббинг и уже начиная от места где мы выполнили обороты пером теперь движемся выполнили парочку оборотов за пером следим за тем чтобы бородки не попадали и теперь перо переводим вернее даббинг переводим впереди нашего пера колечку заодно мы с вами закрепим наше перо следим за тем чтобы бородки не попадали друзья очень важно вот так теперь мы можем спокойненько удалить наш даббинг и нам вернее наше перо и нам необходимо теперь все перо которое мы с вами намотали поднять вверх вместе с даббингом так как у нас который вот топор шится и имеется подкрутим нашу даббинговую веревочку и теперь мы должны с вами выполнить попробую так чтобы вам было видно выполняем пару перед пером удерживаем пучок вот так вверх переводим за перо переводим теперь крестообразно перед пером и у нас получается мы подняли с вами определенную часть бородок те которые у нас имеются вверх теперь что самое главное мы должны с вами слегка подровнять разровнять наше перо так как оно будет у нас создавать имитацию наших крылышек и теперь оставшимся даббингом главное не переборщить сформировать грудку и по необходимости рассредоточить наше крыло вот вышла такая конструкция переводим теперь нашу нить колечку и здесь уже выполним завершающий узел и оккультурим нашу мушку вот друзья мои и все как вы видите вот у нас достаточно обозначенные крылышки по величине хорошая грудка которая обеспечивает нормальную плавучесть наш даббинг и ту грудку которую мы намотали я буквально капнул капельку лака клея на головку сильно не стремлюсь ее изготовить так как она должна быть вот в идеале и наша вот такая сухая мушка готова к работе пробуйте с расцветками экспериментируйте благодарю вас за внимание до скорых встреч